Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. На днях глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жафрета издал Белград согласовать с Евросоюзом санкционную политику в отношении России. Как бы вы могли прокомментировать неприкрытое такое политическое давление, которое оказывает Белград? Ну, я, знаете, хотела бы начать с того, что односторонние ограничительные меры, принимаемые Евросоюзом в обход Совета Безопасности ООН, нелегитимны с международной правовой точки зрения. Вот у нас сейчас раздаётся много всяких заявлений относительно соблюдения, несоблюдения международного права. Бегают западники от Генассамблеи до Совбеза обратно. Они бы о себе подумали в этот момент. Они бы задали вопрос, насколько их действия соответствуют международному праву. Вот хотя бы, в частности, принятие односторонних санкций. Они могут положить перед собой принятое решение, собственное принятое решение, могут положить, открыть устав ООН, могут положить резолюции Совета Безопасности, разъяснения к ним и так далее. И понять, что односторонние санкции являются нелегитимными. Если они творят подобные нелегитимные действия, незаконные действия, они не имеют права, в принципе, рассуждать о легитимности и нелегитимности действий других. Вот в том числе и в контексте того вопроса, о котором вы сказали. Продолжая такую политику, я имею в виду продолжение нелегитимных санкций, Евросоюз, который, опять же, бесконечно на словах радеет за верховенство права, не только сам нарушает эти принципы, но буквально заставляет другие государства идти по тому же пути. Это тоже находится вне закона. Принуждение к участию в незаконной деятельности само стоит вне закона. Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемой Евросоюзом практику навязывания другим государствам решений, формирования которых те не принимали участия. Но вы знаете, это вообще имеет в том числе и не только юридическую, уголовную, на самом деле, квалификацию. И в случае с Сербией такие конфронтационные шаги не отвечают ее национальным интересам, о чем руководство этой страны заявляло неоднократно. Своими действиями Европейский Союз нарушает принципы Устава ООН и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года о суверенном равенстве государств, уважении прав, присущих суверенитету. А потом еще начинает разглагольствовать относительно, в принципе, суверенитета, как международной правовой нормы. Демонстрирует потребительское отношение к кандидатам на вступление, считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, или я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают. И применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки. Вы знаете, они просто дошли до того, что с калькулятором в руках высчитывают число ЕСовских заявлений, решений, к которым страны-кандидаты не присоединились, и не брезгуют открытым шантажом и принуждением, и беззастенчиво используют эти государства в качестве рынков сбыта, источников трудовых ресурсов. То есть это какая-то действительно, на мой взгляд, не просто политика, а явление неоколониализма 21 века. Просто подлатали, переначали, а методология осталась та же, и просто на новом технологическом уровне принимают старые, отработанные концепции колониального превосходства. Вот, кстати говоря, в Евросоюзе даже не скрывают, что Сербия не станет членом Евросоюза до тех пор, пока, ну, они это называют, не урегулируют свои отношения с Приштиной. На самом деле, надо вещи называть своими именами, пока Сербия не сделает то, что от нее хочет Запад. Точка. В ЕСовском понимании это означает признание односторонней прозглашенной независимости края в нарушение положения резолюции 1244 Совета безопасности ОНГС. К вопросу тоже о международном праве. В конце концов, мне кажется, Брюссель должен четко ответить на вопрос. Они резолюции Совбеза 1244 А признают, Б выполняют? Ну, это же простой вопрос. Вы же все можете поинтересоваться. Коль скоро, они постоянно ссылаются на международное право. Причем делают это очень интересно, там, где выгодно. А там, где им не выгодно, они говорят о том, что теперь миропорядок основан не на праве, а на правилах. Кстати говоря, даже в этом случае никто не гарантирует, что кто-то из членов Евросоюза не заблокирует вступление Сербии ради принуждения Белграда к уступкам уже по двусторонним делам. То есть это такая, знаете, такой преступный сговор на самом деле. Мы рассчитываем, что в Евросоюзе рано или поздно найдутся силы, способные проявить уважение к праву государства на самостоятельную внешнюю политику, историческим связям и национальным традициям. История знает примеры, когда удавалось обоюдополезно выстраивать взаимодействие с партнерами и на Западе, и на Востоке, грамотно использовать свое географическое положение.